Вы сейчас наблюдаете все ситуации в Курской области, продвижение вооруженных сил Украины. Четвертые сутки пошли, Владимир Путин ничего не делает, а вооруженные силы Украины наступают и захватывают десятки и десятки, сотни уже даже квадратных километров Курской территории. Они уже стоят на Курском направлении, на главной трассе, которая идет в сторону Курска. Их уже отделяет 30 километров от Курской атомной электростанции. И вероятнее всего нам следует ожидать и захвата этого стратегического объекта. Уже захвачен газовый, важнейший стратегический объект на территории Суджи, распределительная компрессорная станция, связывающая Российскую Федерацию со всей Европой газотранспортным распределением и трубой. Все это уже взято. Многие говорят, знаете, что это такой важный символ от Курска до Курска. Мол, утонула подводная водка Курск 12 августа 2000 года, и вот теперь снова для Владимира Путина Курск. И это, конечно, является для него таким замыкающим кругом, замыкающим, ужасным, трагическим для него обстоятельством. Однако на самом деле ситуация поважнее. Вооруженные силы Украины преподносят Владимиру Путину подарок на его юбилей, на его 25 лет диктатуры. В 99-м году, 9 августа, Владимира Путина фактически короновали. Ельцин просто назначил его своим преемником и фактически передал ему всю полноту власти. Сначала он стал премьер-министром, а затем исполняющим обязанности президентом и президентом. Однако уже в этот период Владимир Путин из кресла директора ФСБ и на минуточку главы Совбеза перемещается в премьерское кресло не просто так. Уже начинается как раз в эти числа война, чеченская вторая, и уже Владимир Путин и его чекисты готовят теракты на территории Москвы, на территории Волгодонска, на территории многих российских городов и регионов. И следует за этим кровавое месиво на территории Чечни, бомбардировки Грозного и так далее. Курск — это апофеоз. Курск — это то, с чего могло бы не произойти, если бы не большая полноформатная, полномасштабная война, путинская война, которую он развязал и его войска против украинского государства. Никакого бы захвата Курской области при помощи вооружения НАТО, при помощи украинских вооруженных сил не происходило бы, если бы не вторжение Путина, если бы не аннексия и не оккупация российскими войсками к территории независимого украинского государства. И это ответ. Война впервые с момента окончания Второй мировой пришла на российскую землю, пришла на российскую территорию. И это итог Владимира Путина. Это он привёл кровь, войну, голь, нищету, ужасы и трагедии на свою землю, на землю России. Это он во всём виноват. И итог правления, 25-летнего правления Владимира Путина, это постоянное кровавое месиво, постоянная кровавая война, которая началась в Чечне. Как раз в августе, 7-9 августа началась эта операция, спланированная его же ФСБ, которым он тогда руководил на территории Дагестана. Это тогда началась Вторая Чеченская война и взрывы домов, которые до этого были. Это затем последовала Грузия, затем последовала Украинская первая фаза, затем последовала Сирия, теперь полномасштабная война России против Украины. И я не беру в счёт помощь путинского режима Ливии, таким африканским странам, сейчас Ирану, Йемену, Северной Кореи, создание каких-то специальных ситуаций по подрыву режимов на территории различных стран. Наоборот, по удушению гражданского потенциала, гражданских революций на территории тех стран, где правят его режимы или режимы, которые очень благоволят ему. Я даже этого в расчёт не беру. Итог российского правления, путинского правления, 25-летнего, это, конечно же, тотальная кровавая война, кровавое месиво. Вот что является первым главным итогом 25-летнего правления Владимира Путина. И сейчас Курск — это ответ на это правление, это результат этого правления Владимира Путина. Второй итог Владимира Путина, личный итог, то, что на россиян ему насрать. Всё, что происходило на протяжении этих 25 лет, и всё, что происходит сейчас на территории Курской области, и всё, что происходило в последние два с половиной года с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину, всё об этом свидетельствует. Путину насрать на то, что происходит в Курской области. Посмотрите, он на третьи сутки только позвонил исполняющему обязанности губернатору и начал давать ему приказания. Какие? Просто дать 10 тысяч рублей, 100 с чем-то долларов людям, у которых больше нет крова, еды, воды и ничего не осталось. Вот первое разрешение Владимира Путина спустя трое суток после начавшегося. Никакой эвакуации не происходит на территории Курской области. Путину наплевать. Пускай дохнут. Они ему не нужны, эти жители Курской области. Жители Суджи, Льгова и других городов. Посмотрите, какие очереди от Льгова идут в сторону Курска и в глубину Российской Федерации. Посмотрите, сколько мародёров завелось. И мародёров, которыми руководят МВДшники на территории России и другие силовики на территории Курского региона. Это они обворовывают вас. А что, нам нужно удивляться от того, что происходит? Посмотрите, что было до этого на территории Белгородщины. Посмотрите, что было на территории Ростовской области, где сошёл с троя один из реакторов. Пошла радиоактивная туча. И где результат? Миллион вообще в нескольких регионах людей оказался без света и воды. Просили Путина «дай», а Путин сказал «а не майните криптовалюту, ни хрена вы не получите». А что до этого люди в Орске что-то получили от Путина, когда выступали перед памятником Ленина? А что до этого получили что-то люди на территории Дагестана? А что Путин пришёл к жертвам Кроку Ситихова, к родственникам жертв этой трагедии? Ему наплевать на вас, россияне, ему просто насрать. Просто насрать. И сейчас, когда вышли люди в суд же, стали рассказывать Путин, вот к нам пришли украинские войска, натовское оружие, спаси нас, Путин не собирается вас спасать. Он уже сказал, что это террористическая атака, а войну называют ситуацией. Уже сейчас, и это ещё один, третий итог этого президентского путинского правления, этой диктатуры, абсолютное безучастие и прикрытие своих преступлений, прикрытие просто всего кошмара, который творит Россия и который творится в России. Вместо того, чтобы вам рассказывать о том, россияне, что происходит в Курской области, что происходит в направлении Курской атомной электростанции, как происходит или не происходит эвакуация, Владимир Путин замыливает информационное пространство. Вам заблокировали YouTube моментально, чтобы вообще ничего не знали, чтобы вообще ничего не слышали, чтобы вообще ничего не видели. Вам рассказывают о каком-то Евгении Подубном, о военкоре, о пропагандисте, которого подстрелили, и который находится сейчас в тяжёлом состоянии, которого перевезли из Курска на территорию Москвы, потому что в Курске просто отвратительная система здравоохранения, и врачей там практически не осталось нормальных. И это тоже результат правления 25-летнего Владимира Путина. И вам замыливают глаза этим Евгением Подубным. Посмотрите, вся страна обсуждает, умрёт Подубный или не помрёт. Когда в Курске и когда возле Курска такое сейчас происходит. Когда идёт настоящая война на российской территории, и Путин молчит и ничего не скажет. Он замыливает. Посмотрите, какие законы он подписывает, какие законы он подписал. О запрете пропаганды наркотиков. Он запретил военкорам и военнослужащим вообще что-то освещать, иметь мобильные телефоны и записывать что-то на территории, там, где проходят боевые столкновения. Он усилил законы, которые связаны с социальными сетями. Посмотрите, что он делает. Он подписывает какую-то лабуду просто, и это выводится в люди, рассказывается, что всё нормально, в Багдаде всё спокойно. Ни хрена неспокойно. Война пришла на территорию России. Это юбилей такой у Владимира Путина, 25 лет. Вы его должны праздновать. И все должны заткнуться и сыпеть в две дырки. И ему похрен, если отберут Курскую область. И похрен, если погибнут все жители Курской области. И ему плевать абсолютно на всё. И на вас ему насрать. И жители Курской, и жители Белгородщины, и жители Ростовской области, и Липецка, по которому сегодня наносились удары по аэродрому. Ему вообще наплевать. Это ещё один итог путинского правления. Редактор субтитров А.Семкин